Я подготовил. Хороший артист всегда готовит себе запасной вывод. Это заметно. Сволочь, где этот текст? Может в той кучке? Нет, 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 он здесь был. Я его сюда, я его сюда. Сюда. Надо было в финалочку втыкать-то. Раз это уже... Вот он был вот здесь. Ну-ка. Нет, собака. Да что ж такое? А, вот. Значит, друзья мои. Есть такая прекрасная песня, которую я очень давно люблю. Она называется «Так вы не из Витебска». Знаете вы ее, да? Эта песня посвящается Шагалу. Это стихи Роберта Рождественского, музыка Берковского. Меня однажды... Я еще только был начинающим жителем Москвы. И я еще очень мало всего знал. Потому что я приехал из глухой провинции, где мы жили европейскими ценностями, а не вашими скрепами непонятными. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нет, я на самом деле говорю, мы не слышали Митяева в Кишиневе. Ну, не было Митяева в Кишиневе. Он не приезжал, и мы не знали его песен. И меня однажды спросили, друзья, ты к Митяеву как относишься? И мне стало так стыдно, что я тут же пошел в подземный переход, купил две кассеты Митяева, и честно отслушал от начала до конца. И так удачно совпало, что через месяц я записывал свой первый альбом на радиостанции «Ракурс», ее уже нет сейчас. А чуваки очень любили там устроить такое. У них при радиостанции была студия звукозаписи, и они говорят, а вот у нас тут через стенку сейчас какой-то чувак записывает альбом. Давайте мы его позовем в эфир. Я прямо меня от микрофона, к другому микрофону сажаю. Ты кто? Расскажи про себя, что ты пишешь, что ты поешь. И среди прочего, значит, они говорят, а как ты относишься к Митяеву? А я уже отношусь, да? Я-то уже две кассеты прослушаю. Я говорю, знаете, мне очень нравится одна песня Олега Митяева. Она написана Виктором Берковским на стихе Роберта Рождественского. Вот. И это прекрасная песня, она немножко грустная, но я не мог представить себе, что... То есть я написал песню, но у меня вот эта мелодия, она меня просто захватила, и я не мог от нее избавиться. Можно было... Нормальные люди делают так, пишут на хорошую мелодию, потом пишут свою. Стихи получились, ну, стихи своему музыку. Но у меня нет времени на эту ерунду. Поэтому вот, честно, на музыку Виктора Берковского такая вот песня. Ну, сейчас все будет понятно. Вот так. С годами все больше ценю одиночество. Но если порой пообщаться вдруг хочется, мне взять бы дней семь или восемь в счет отпуска, уехать бы в Омнинск, поставить на паузу столичную жизнь, поклонение к хаосу. Мгновения свистят, как положено у виска. Так вы не из Омнинска? Нет, вы не из Омнинска. Мой Омнинск наполнен друзьями и песнями, простыми словами, Объятьями тесными. Морозовской дачи живым обаянием и общим каким-то нездешним сиянием. Там катит протвар свои волны неспешные, там ценят глубинное больше, чем внешнее. И там, только там отпускает меня тоска. Но я не из Омнинска. Нет, я не из Омнинска. Дорога в Москву, приложение зависло. Я тут, как в раю, возвращаться нет смысла. Закат из рубина, Деревья из Омнинска. И все-таки жалко, что я не из Омнинска. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!